Привет, рад познакомиться. Меня зовут Моген Слаурсен. Я генеральный директор компании Лего Раша. Я очень рад, что вы выделили несколько минут, чтобы послушать о том, что очень близко моему сердцу, а именно, как мы можем вдохновлять детей на территории всей России. Это фантастически широкий вопрос. И прежде чем ответить на него сразу и прямо, я хочу сказать, что компания Лего ставит для себя целью помогать и развивать строителей будущего. Когда мы говорим о детях, мы прежде всего к ним относимся как к нашим ролевым моделям. Мы черпаем вдохновение в детях. Мы хотим видеть в наших продуктах возможность стимулировать любопытство, развивать креативность мышления и возможность социализироваться, создавать что-то вместе. Это те тренды, которые мы хотим видеть в продуктах компании Лего. Когда мы разрабатываем игрушки, все эти факторы очень важны для нас. Мы можем быть успешными только в том случае, если наши игрушки помогают детям в процессе взросления. Мы должны понять, что дети живут в 21 веке. Мы должны понять, что происходит в их жизни. Игровое поведение или игровое ДНК детей 21 века отличается от того, когда я был ребенком. Отличается в первую очередь тем, что они получают столько впечатлений, сколько в наше время получить не представлялось возможным. Они очень уверенные пользователи интернета. У них, скорее всего, есть ноутбук, мобильный телефон. Они смотрят кино иначе. Несмотря на то, что все дети имеют что-то общее, они в целом очень разные. Мы должны это учитывать в разработке игрушек. Но что им необходимо всем, это чего-то достигать, соревноваться. И возможность очень быстро переключаться от одной активности к другой. Все, о чем я сейчас сказал, это один большой компонент социальных элементов, который присутствует во всем, что делают дети. Этот тренд очень значимый, и он продолжает расти. Дети хотят принадлежать группе, идентифицировать себя в ней и взаимодействовать. Основная вещь, которую вижу я, это смещение приоритетов. Раньше можно было сказать, что рынок определяется трендами, которые устанавливает производитель или ритейлер. Сейчас очевидно, что тренды рынку задают покупатели и потребители наших продуктов. Мы больше не можем предлагать потребителю только то, что мы считаем интересным. Они принимают решение. Если мы будем учитывать все те вещи, о которых я говорил раньше, они выберут нас, а не кого-либо еще. Теперь потребитель обладает властью, а не производитель. И это уже никогда не изменится. Если взглянуть на то, что в общем происходит в России, я вижу все больше и больше производителей и ритейлеров, которые прилагают огромные усилия, чтобы понять, что нужно рынку и потребителю. Их собственные потребности иногда отступают на второй план. Мне кажется, что та компания, которая постарается и угадает эти потребности, станет лидером на рынке в ближайшие годы. Я думаю, что он или она будет виноватом. Мы считаем, что он или она будет виноватом.